Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию спорную нимфу, которая в основном используется в чешском варианте. Мы ее сейчас будем исполнять для ловли катящейся нимфой. В наших условиях, сколько мы, допустим, не пробовали, она не настолько результативна. Но по вашей просьбе я ее сейчас вам изготовлю. А вы уже потом мне скажете, как в вашем варианте она работает. Я взял крючок Камасан 400 номер 16, огрузил бусинкой где-то 2,2-2,5 мм латунной. И, как обычно, взял вот такой пучочек с петушиного пера. Хвостик здесь незначительный, но достаточно жесткий должен быть. Вымеряем по длине нашего тела и здесь закрепим. Нить у нас красная, так как хвостовая часть и где крепится перо, у нас должна быть красным цветом. Выполним ее так, как она исполнялась чешскими вязальщиками. Приподнимем немножко наш хвостик, вот так, чтобы он распушился. Остатки удаляем по всей длине, чтобы не было скученности материала до грудки. Теперь нам необходимо с вами закрепить совсем немножечко, вот я взял черной такой пряди, ровницы, и элемент, которым мы будем потом украшать наше тело и сегментировать, это все тот же елочный дождик или же юнифлос, тот, который у вас будет в наличии. Закрепим его здесь. И теперь нам необходимо с вами ровно пару миллиметров выполнить обмотку красной нитью. Этот элемент я уже пробовал неоднократно, можно изготовить и с помощью люрекса красного, золотистого, можно и подкрасить этот люрекс, то есть принципиального значения не имеет. Авторами изначально это было задумано как точка прицеливания для нимфы. Величину для себя выберите по своему крючку, и теперь мы с вами должны закрепить прядь черную. И так же я ее подхватываю, протягиваем и закрепим на длину нашего тела. Нить можно аккуратно вот так подхватили материал, сделали завершающий узел, и нить можно нашу удалить. И буквально не доходя пару миллиметров, изготовим наше черное тело и промотаем цветным люрексом. Закрепили материал, и я вот так, чтобы не отрезать, закрепил кусочек антрона, пряди. Мы ее будем переламывать и изготавливать потом чехольчик. Нимфа очень простая и изготавливается достаточно быстро. В качестве грудки мы будем использовать вот такой даббинг, но он обладает хорошим отражающим свойством на больших глубинах, то есть при ультрафиолете. Поэтому, если у вас нет, можно заменить на любой даббинг, блестящий, не блестящий. Здесь уже блестящих элементов больше чем достаточно. И теперь сформируем с вами грудку. Вот мы изготовили с вами вот такую грудку. Теперь нам остается пышности ее вполне достаточно. Теперь остается нам вот так переломить, слегка разровнять пальцем за грудкой и подхватить наш антрон. Пока оставим в таком положении. Добавим немножечко, как обычно, клея на нашу нить и выполним здесь завершающий узел. Следим за тем, чтобы наш антрон не ушел в сторону. Буквально пару-тройку оборотов будет вполне достаточно. Учитывая то, что нить у нас в клею, не обязательно здесь и выполнять так завершающий узел. Теперь мы приподнимаем антрон и буквально так, чтобы 2-3 миллиметра у нас оставалось, мы отрезаем как бы наше крылышко небольшое. Вот так. Столько будет достаточно. Пробуйте. Я ее изготовил так, как она изначально была в каталоге чешских вязальщиков. Пробуйте и потом мне расскажете. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.